Решение экологических проблем, с которыми уже несколько лет вынуждена жить находка, один из красивейших городов Приморья, стало главной задачей поездки главы региона в этот порт. Напомним, высокая концентрация пыли в городе является результатом работы стивидорных компаний, переваливающих уголь открытым способом. Олег Кожемяка встретился с жителями микрорайона Мысостафьева, больше всего страдающего от угольной пыли. Вот то, что принимают сейчас меры по пылеподавлению, они неэффективны. Опять же, нарушение из-за нарушений санитарно-защитной зоны. Я понимаю, что какие-то шаги сделаны. Мы просто хотим сейчас послушать, что не сделано, что, значит, на сегодняшний день мешает и что должны они сделать. После этого глава региона провел совещание с участием стивидоров, представителей администрации находки, надзорных органов. Два дня работы в городе позволили выработать основные решения по злободневному вопросу. Вы эту ситуацию прекрасно понимаете. Она достигла своего апогея не сегодня и не вчера. С 2012 года были на форумах некоторыми компаниями, я говорю сейчас про Мысостафьева, предложены схемы, при которых перевалка будет вестись закрытым способом. Минимизировано будет количество ПДК в атмосферу. Но прошло уже достаточно много времени. Шесть лет прошло после 2012 года, и до сих пор там никакие вопросы не решены. Всем пройти экологическую экспертизу обязательно, чтобы мы понимали, ваши проекты соответствуют, а этому не соответствуют. У кого-то еще не подписаны соглашения. В частности, Мысостафьева не подписаны соглашения по защите микрорайона от тех вредных выбросов, которые там происходят. По требованию Олега Кожемяка создается экологический фонд, в который стивидорные компании будут отчислять по 20 рублей с каждой отгруженной тонны угля. При этом глава Приморья подчеркнул, что не чиновники, а сами жители примут решение, куда направить средства этого фонда. Из каждой тонны угля, который вы переваливаете, отчислять с тем, чтобы этими средствами распоряжались жители на зеленые насаждения, на нормальные дороги, на скверы, которые они могли там разбить, на детские городки, на площадки, на то, чтобы каждому ветерану шла от вас помощь, на то, чтобы дети получали в школах молоко. Здесь есть жители, которые вы будете перечислять, так скажем, вот этот экологический налог. Сами определяйтесь с ними. У нас уголь может в город возиться только для нужд ЖКХ, если есть котельная. Город не место, через которое будет транзитом ходить уголь на то, чтобы обеспечить кому-то счастливую жизнь. В ближайшее время угольные терминалы находки пройдут обязательную экологическую экспертизу. Те компании, которые не смогут соответствовать предъявленным требованиям, подлежат закрытию. По словам Олега Кожемяка, сейчас главная и общая задача власти – отследить, как стивидоры будут выполнять принятые решения. Если же ситуация не изменится, деятельность таких компаний приостановят. Глава региона подчеркнул, что время уговоров и ожиданий прошло. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.